Рост предпринимательской активности, преференции для инвесторов, правовая поддержка бизнеса. Об этом и многом другом говорили на совещании в Яльчикском районе. Вместе с депутатами Врю главы Чуваши обсудил комплексную программу социально-экономического развития республики в разрезе муниципалитета. Жизнь населения делает более привлекательной сами жители. Это они активно участвуют в инициативном бюджетировании, предлагая адреса для благоустройства, ремонта, модернизации. Разумеется, большую роль играет и государственная поддержка проектов. Таких в Яльчиках 38 и еще 7 коммерческих планах. На эти цели потребуется 485 миллионов рублей, из которых почти 63 миллиона федеральных средств и более 420 миллионов рублей из консолидированного бюджета республики. Работа идет, работа идет, работает команда. Олег Николаев призвал участников совещания ставить более амбициозные задачи. Существуют федеральные формы поддержки комплексного развития сельских территорий, развития социокультурной сферы. Ими тоже надо активно пользоваться. Так район может решить многие проблемы местного уровня. Очевидно, что муниципалитет один из лидеров по производству сельхозпродукции. А в план развития включено всего 5 инвестиционных проектов аграрной сферы. У нас потенциал очень большой, потому что яйский народ очень трудородимый. И сказать, что плюс к всему аграрный. Вот в аграрном секторе, если взять яйский район, он всегда в числе передового. И по вооруженности, по надою, без вложения инвестиций, развития, дальнейшего развития районных это маловато. Но мало произвести. Надо научиться перерабатывать собственное сырье. Будет развиваться производство, появятся новые рабочие места. Но, конечно, нужны серьезные инвестиции и объединение усилий. Олег Николаев одобрил практику муниципалитета по использованию заброшенных участков в населенных пунктах с готовой инфраструктурой. В Ятихском районе за 8 лет наработана очень хорошая практика, когда пустующие дома через различные инструменты передавались для дальнейшего использования. Либо это через коммуникации будущих новых собственников и тех людей, которые имели право собственности. А еще более эффективные меры, когда через суд оформляются эти земельные участки на муниципальное образование. Потому что для того, чтобы реализовать многие программы, и федеральные, и республиканские, нам надо эти земли иметь муниципальную собственность. Этот опыт вполне можно использовать и в других муниципалитетах. В Рио глава Чуваши побывал также на предприятии «Промсервис». Здесь производят буровые смеси на основе производных крахмала. Их применяют при бурении нефтяных скважин и их ремонте. Товар настолько востребован на рынке, что предприятие только в прошлом году получило почти 70 миллионов рублей прибыли. Это один из примеров успешного ведения бизнеса. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.